Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о смородине и о проблемах, которые можно обнаружить во время плодоношения. Собирая, вырастив большой урожай ягод, иногда, немножечко запоздав с уборкой, при уборке ягод мы обнаруживаем наличие в ягодах таких отдельных, как бы изюмных, сморщившихся, подсохших ягод, как изюм. Многие садоводы, даже по опросу моих соседей, указывают на то, что эта проблема не является какой-либо проблемой вообще, а просто ягода перестояла на кусте и высохла, сморщилась, превратилась в изюм. Однако же это совсем не так. Дело в том, что вот такие высохшие отдельные ягодки на кистях, а иногда, когда проблема запущена, то в этом случае могут быть значительное количество таких высохших ягод, это указывает на наличие здесь грибкового заболевания. Это могут быть разные грибковые заболевания, но наиболее опасным является фузариоз. Вот посмотрите, как такая ягодка уже обнаруживает на себе мицелий фузариоза, который очень хорошо отличается от мицелия других грибов, по вот такой розовой окраске. Если вы заметили у себя вот такие вот розовые, или с белым налетом, или еще без налета, но сморщенные, высохшие до состояния изюма ягодки, пора принимать меры. Если куст у вас полностью убран, то тогда, конечно, можно применить более жесткие меры по обработке ваших растений. Это могут быть мицодержащие препараты, это могут быть химически синтезированные пестициды. Однако здесь, на канале Процветок, мы стараемся давать рекомендации, такие, которые будут безопасны для вашего здоровья и для окружающей среды. Одним из мощнейших способов борьбы с фузариозом, а он еще опасен тем, что вызывает увядание листьев, увядание ветвей отдельных, если болезнь здесь разбушуется, то ягоды, не только ягоды будут страдать, но и весь куст, и, возможно, куст придется уничтожить. В этом случае, когда у вас ягоды еще на кусте, еще не полностью созрели, вы еще не готовы к уборке, а такие высохшие ягодки уже обнаруживаются, или если вы являетесь природным земледельцем и противником вот таких всяких жестких мер борьбы с заболеваниями, в этом случае вам очень хорошо пойдут препараты сенной палочки. Одним из главных препаратов сенной палочки является, конечно же, препарат бактоген. Препарат бактоген очень мощный против фузариоза. Он в свое время создавался именно как препарат против бактериозов и фузариоза. Поэтому, подрастив его, или можно использовать его в том виде, в котором вы его приобретете, разбавляя 1 к 100, поэтому он очень экономный, или вы его можете подрастить немножечко, нарастить себе споровую массу, у нас есть на канале видео про это. Обязательно обрабатывайте ваши кусты при обнаружении таких симптомов. Если вдруг препарат бактоген вам недоступен, поищите, пожалуйста, препарат Максимун. Препарат Максимун содержит все действующие вещества, которые имеются в препарате бактоген, а кроме того, еще целый каскад веществ, которые абсолютно природного происхождения. Это продукты бактериального синтеза, естественных почвенных бактерий, которые не только уничтожат здесь инфекцию, не только стимулируют фитоиммунитет самих растений, но также и укрепят растения, увеличат здесь количество цветочных почек, количество цветков в кистях и увеличат вам будущий урожай. Применяйте этот препарат как для лечения фузариоза и других грибковых болезней, которые проявляются на ягодах, не только, конечно, на ягодах на листьях, но сейчас на ягодах наиболее актуально, а также для укрепления и увеличения урожая на ваших кустах. Сроки применения этого препарата с целью увеличения урожая на будущий год как раз сразу после снятия урожая или во время урожая. Почему? Потому что этот препарат и препарат бактоген являются абсолютно нетоксичными для окружающей среды и для человека. Препарат максимум также является крайне экономным в использовании, потому что применяется всего лишь в разведении 1 к 100. Вам понадобится очень небольшое количество и, соответственно, может применяться абсолютно в любой период вегетации. Обратите внимание на ваши кусты. При наличии подобных симптомов сразу же используйте или препараты на основе сенной палочки, или препарат максимум. О препарате максимум, о его преимуществах мы обязательно еще говорим в наших выпусках. Смотрите, не пропускайте, подписывайтесь. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!